С 2016 года этот объект в списке в государственном историко-культурного наследия Республики Беларусь. То есть, конечно же, это говорит о статусе этого кладбища. И мне, как неравнодушному человеку, который в силу своих интересов бывает здесь довольно часто, кровью сердце обливалось, поскольку здесь, что уж греха таить, работали вандалы. Вот мы с вами находимся возле могилы. Это мама известного художника Дмитрия Стелецкого. И еще в прошлом году, осенью-зимой, здесь вокруг нее была ограда. Ограда исчезла. То есть, и это не первая ограда, не первый монумент, памятник, где что-то исчезает. Все это происходит здесь, на Тришинском кладбище, где более 10 тысяч захоронений. Это уникальная летопись истории нашего города, так как здесь покоятся знаковые личности, проживавшие некогда в Бресте. Кроме того, здесь более сотни могил военнослужащих царской армии и останки узников Брестского гетто. Известный брестский краевед, писатель и некорополист Иван Чайчиц каждый из уникальных надгробий изучил в деталях и даже выпустил об этом книгу. Он уверен и может доказать, что части ограждений, элементы декора и кресты просто вывозят и сдают на металлолом. Вот большой чугунный крест. Дело в том, что сегодня нельзя точно определить, допустим, где он стоял. Иногда их находят на земле и специально ставят за ограду, чтобы, ну как сказать, не валялись под ногами, так все-таки больше красивее. Но вы поймите, что его и украсть так можно. Два человека возьмут, вынесут. И здесь вопрос не в том, что это плохие люди, вандалы совершили преступление. Они должны его сдать на металл и получить деньги. И человек, кто будет принимать, ну неужели здесь не видно, откуда эта вещь принесена. Центральный вход на кладбище находится со стороны оживленной проезжей части. И вынос массивных металлических предметов весом от сотни килограммов несколькими людьми не останется незамеченным. А вот об обратной стороне кладбища этого не скажешь. Здесь гаражи и часть забора просто отсутствовала. Об этом Иван Чайчиц написал в социальных сетях в надежде, что проблема не останется незамеченной. Так и вышло. Мне случайно попали на глаза статья нашего краеведа Брестского, Ивана Николаевича Чайчица. И я была поражена настолько, что три дня, наверное, находилось состояние между небом и землей. Я просто думала, как это возможно, что в центре города, наше кладбище Тришинское, городской черте, которое находится, столько лет ему, тем более 16-го года, имеет статус историко-культурной ценности Республики Беларусь. И на нем орудуют вандалы. Мне пришла мысль в голову, что все-таки надо что-то делать, ведь не одна я сопереживаю и переживаю за это. Многие люди, которые уходят сюда, тоже выражали свое возмущение. Я решила звонить в администрацию Московского района. Люди меня услышали, потому что результат не заставил себя долго ждать. Действительно, в администрации Московского района отреагировали оперативно. Направили запрос по назначению Брестское спецпредприятие, где также оперативно провели работы по закрытию проема со стороны улицы Спокойной. Кладбище Тришинское является историко-культурной ценностью. Оно одно у нас в Бресте, имеет такой статус. И что беспокоило нас, так как эти кражи имели место быть именно на Тришинском кладбище. Так как предприятие ведет хозяйственную деятельность на территории кладбища, и в наших интересах было оперативно быстро исключить эти факты вандализма, краж путем закрытия вот этих проходов. Брещане надеются, что такое решение поможет закрыть вопрос с вандализмом. Ведь перекинуть более центнера металла через забор – задача не из простых. Мы были услышаны и хочется сказать огромное спасибо Брестскому спецпредприятию, коммунальнику. Да, действительно, сквозной проход заделан, заделаны какие-то щели, которые, возможно, могли помочь вот этим нехорошим людям тащить отсюда кресты железные, какие-то памятники, еще что-то. И действительно сделано большое дело. Я бы все-таки предложил еще для успокоения совести. Все-таки объект очень интересный для города Бреста. И, кстати, обладает очень серьезным туристическим потенциалом. Вот об этом мало кто говорит, но поверьте человеку, который был на многих кладбищах, где водят экскурсии. Это действительно топовое место. Так вот, если бы здесь в темное время суток еще прогуливался какой-нибудь патруль, не обязательно в определенное время. Так, знаете, в 2 часа ночи, в 5 часов утра – это было бы только на пользу этому месту. Александр Воронин, Андрей Щерба, Людмила Логодич, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».